Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня, 23 ноября. В Омском районном суде рассматривается уголовное дело по факту аварии на Чарлакском тракте. Прошлым летом грузовик с кирпичами во время движения ударил пассажирский микроавтобус. Затем маршрутка столкнулась с еще одним автомобилем и съехала в Кювет. В результате ДТП погибли два пассажира. Светлана Урванцева продолжит тему. 3 июля 2017 года водитель Александр Дорохов ехал из Чарлака в Омск. На 22-м километре он попал в аварию с участием трех машин, в результате которой два пассажирового автобуса погибли. Приблизившись ко мне машина-варавайка, резко хлопок, что-то у него не то пошло, врезался в левую сторону моего автобуса. После чего, как смог удержать машину, чтобы не выехать на встречную полосу и перевернуть автобус, старался его удержать. После чего произошло второе столкновение, покасательное, со второй машиной-варавайкой. После этого, частично, пытаясь удержать, я машину на свою сторону спустил в Кювет. Остановив автобус, Дорохов первым делом направился в салон, чтобы оказать первую помощь пассажирам. Хотя водитель сам пострадал в этой страшной аварии и лишился двух пальцев, а также получил открытый перелом колена. Когда приехала скорая помощь, мужчину тоже увезли в больницу. Предварительно причиной аварии тогда посчитали выезд микроавтобуса на встречную полосу. На Александра Дорохова завели уголовное дело, по которому ему грозит до семи лет колонии. Но сегодня в суде заслушали показания, которые говорят об обратном. Виталий Кирьянов – эксперт-автотехник. Он проводит транспортно-троцологические экспертизы. С его слов по следам, оставленным от колес микроавтобуса и бортового самопогрузчика Митсубиси, навстречку выехал грузовик, который и столкнулся с автобусом, ехавшим по своей полосе. Митсубиси. Переднее левое колесо. Вот, она вот так вот загнута. Вот при таком контакте с автобусом вот этого загиба быть не может, если колесо стоит прямо. То есть, получается, что вот изнутри. И если бы они колесами контактировали, то тогда получилась бы вот эта вот внешняя сторона вот этого колеса, они бы собрали бы гайки друг к другу, там еще что-то. Такого контакта на колесах нет. Поэтому единственное положение колеса, при котором возможно получение за крайню, оно было развернуто влево. То есть, в сторону встречной полосы. Поэтому туда грузовик и выехал. Водитель погрузчика, по всей видимости, не справился с управлением, когда у него лопнуло правое колесо. В этот момент, по правилам, он должен был начать торможение и не трогать руль. Но вместо этого вывернул влево, о чем и свидетельствует повреждение колес. И допустил наезд на автобус пассажирами. Эти показания свидетеля и заключение экспертизы приобщены к делу. Заседания продолжаются. Продолжаются. В Нижнем Омском районе молодой сельчанин сжег дом своего соседа-пенсионера. 71-летний мужчина уехал в гости к родственникам. А когда вернулся, то на месте усадьбы обнаружил пепелище. Свой ущерб потерпевший оценил в 415 тысяч рублей. Под подозрение попал 28-летний сельчанин, который ранее был многократно судим и освободился из колонии всего лишь полгода назад. Полицейским он пояснил, что старик его оскорбил, из-за чего он и решил отомстить. Рецидивист разбил окно, сорвал шторы, бросил их на мебель и поджег. Сейчас злоумышленнику грозит новый срок до двух лет колонии. Ну и, конечно, обвиняемому предстоит выплатить пенсионеру всю сумму ущерба. В воскресенье в России отметят День матери. Накануне праздника в омских колониях устроили День открытых дверей. Таким образом, осужденные смогли хоть на несколько часов побыть рядом с самыми близкими людьми. Концерт от души готовили. Я вам честно скажу. Оцените наше выступление. Владеть вам прошу покрестовать нашу группу вокально-инструментальный ансамбль «Лабиринт». Вокально-инструментальный ансамбль очень долго репетировал за актовым залом, чтобы сегодня поразить своих слушателей. Ведь в 12-ю колонию пришли мамы. И сегодня именно с ними осужденные сидят в обнимку, а со сцены льются песни. Дни открытых дверей в конце ноября в исправительных учреждениях Омской области уже стали традицией. Для осужденных это шанс хоть немного пообщаться со своими самыми родными. В любой возраст, в любое время и каждый час эта любовь к матери сопровождает человека, подпитывает его и дает силы и надежды для новых свершений. Мы все любим наших матерей. И в этот замечательный праздник мы собрались здесь, чтобы поздравить тех, кто любит нас и кого любим мы. Это было объявление ведущим следующей песни группы «Лабиринт» «Здравствуй, мама». Здравствуй, мам! Ты прости, что так давно тебя не обнимал. Я как прежде доверяю любить своим словам. Точно знаю, меня ждет родная мама, 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 мама. В концерте сегодня сплошь тематические песни. Самые красивые композиции, которые смогли выбрать заключенные. Но самое главное для их любимых женщин – это встреча. Ведь сегодня мамы лишний раз смогли побывать на закрытой территории, посмотреть, как живут их дети и еще раз посидеть рядом. Мама, я жури в лесах, встречаю, мама, как вкусно мне, без днём влюбленный. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенны 7», а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Проведите выходные с пользой и без жести. Всего доброго и до встречи.